Полевая стадия раскопок на месте храма Живоносного Источника завершена. Все культурные слои подняты на поверхность. Даже маленькие черепки глиняных горшков, деревянные обломки, ржавые гвозди сотрудники тщательно отмывают и готовят к дальнейшему исследованию. У нас получены очень богатые и интересные материалы как по истории Саровского городища средневекового XII-XIII веков, так и значительная новая информация по истории монастыря и истории формирования храмового комплекса, храма иконы Живоносного Источника. Специалисты утверждают, что бусины из полудрагоценных камней, накладки на пояса, браслеты и другие украшения мордовской знати, а также предметы быта говорят о том, что местные жители хорошо владели ювелирной техникой, а также успешно торговали с другими племенами. Население, которое проживало здесь более 800 лет назад, оно, конечно же, активно участвовало в международной торговле, и здесь была такая активная хозяйственная жизнь. Природные человеческие факторы сыграли свою роль в изменении внешнего вида найденных вещей. Не всегда виден орнамент, отломаны части изделий. В этом случае археологам помогают местные специалисты, что значительно облегчает дальнейшую исследовательскую работу. Есть предположение, что были обнаружены останки генерала от инфантерии, полуэктова, благотворителя Саровской пустыни. Все артефакты будут исследованы специалистами. Вещи по возможности отреставрируют. Останки животных у людей будут проанализированы на предмет возраста и причины смерти. Примерно через год найденные на месте разрушенного храма вещи станут экспонатами Саровского краеведческого музея. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.